Не на рейсовом, а на рельсовом автобусе теперь можно ездить из Петербурга в Выборг. Сегодня на Финляндском вокзале запустили новый вид транспорт. Он будет курсировать по неэлектрифицированным участкам железных дорог, где раньше ходили исключительно тепловозы. Состав под названием РА-2. Это комфортабельный поезд с мягкими сидениями и кондиционерами. При этом билет на него будет стоить столько же, сколько на обычную электричку. Наталья Липская, одна из первых, протестировала ноу-хау Октябрьской железной дороги. Они покупали билет на электричку и даже не догадывались, что домой или на дачу доедут сегодня с таким комфортом. У меня проездной билет по рабочим дням. То есть я покупаю на месяц, он постоянно действует. Но, честно говоря, я не знала, для меня неожиданно, что есть такой состав. А мы живем в Зеркальном, в загородный центр. 86 километр. 86 километр. То есть это наша ветка, и мы рады, что у нас теперь будет прямой дизель из Санкт-Петербурга. И новый состав. Новый состав, комфортно. То есть мы раньше ездили на старых дизелах. А сейчас, конечно, мы оценили. Пассажиров нового рельсового автобуса ждут комфортные условия поездки. Мягкие кресла, кондиционер, автоматические двери. Но, пожалуй, главное отличие от электричек – это наличие биотуалета. Рельсовый автобус пустили по неэлектрифицированному участку дороги. От Ушкова до Приморска. Раньше там ходили одни тепловозы. Дорогие и не экологичные. Так что перспективы УРА-2 большие. По всей Ленинградской области таких участков еще 800 километров, или 37% всех путей. В Выборгском, Волховском и Кингисепском районах. В настоящий момент данный подвижной состав дает экономию компании в целом в 17% по всем эксплуатационным параметрам. И вот в наших прогнозах за год мы экономим только на этом участке за счет использования двух рельсовых автобусов 31 миллион рублей. Новый дизельный поезд должен курсировать каждый день. В 17.30 он будет отправляться из Петербурга и в 2 часа дня из Выборга. Путь до конечной точки займет 4 часа, а вот стоимость билетов останется неизменной. Наталья Липская, Виталий Коровин, Эдуард Журавлев и Александр Аргутин. Последнее известие. Петербург.